Переходим к следующему докладу, который представит Толкушин Александр Геннадьевич, кандидат медицинских наук, ведущий специалист отдела медицинских технологий. И доклад «Выбор лекарственного препарата на основе фармакоэкономической цивилизации онкологии с применением моделирования». Прошу вас, Александр, пожалуйста, с учетом регламента. Добрый день, уважаемые коллеги. Монократт будет посвящен теме выбора лекарственных препаратов для лечения злокачественных новообразований. Как вы знаете, одним из основных компонентов в выборе лекарственных препаратов является фармакоэкономика, а именно соотношение затратности или затрат на лекарственные препараты и эффективности лекарственного препарата. Почему? Потому что объективно и очевидно понятно, что новые, дорогостоящие лекарственные препараты должны быть оправданы их эффективностью, клиническими исходами, которые от них ожидают. И основным инструментом в проведении таких вот исследований фармакоэкономических по препаратам для терапии злокачественных новообразований является моделирование. Почему именно моделирование? Потому что в идеале, конечно, провести полноценное проспективное фармакоэкономическое исследование в реальной практике, чтобы оценить, насколько в реальной жизни, а не в модели, получаются клинические исходы и сколько это все будет стоить, чтобы очевидеть все затраты. Но это очень сложно и практически не практикуется. Поэтому мы рассмотрим, как выбирать, в общем-то, из того, чего есть по рамку экономики. Выбор затруднен тем, что результаты вот этих фармакоэкономических исследований по одним и тем же препаратам могут быть противоречивы. Для примера на слайде представлены результаты разных исследований по двум нозологиям онкологическим, это не мелкогречный, а храк легкого, и метастатическая меланома исследовались во всех случаях таргетные препараты. Но как во первом случае, так и во втором случае, допустим, да, один препарат был лучше, чем другой, а в другом случае тот другой был лучше, чем первый. Ну, то есть прямо противоположные результаты. По причинам, каким это может происходить? Недостаточная информация, либо разные источники использовались. Разные виды затраты могут использовать театры, показатели эффективности. Могут в разном временном интервале оценивать, кто-то за месяц, кто-то за полгода. Разный горизонт временной могут выбирать исследователи. Соответственно, и получаются такие разные результаты. Ну, как выбирать в этом случае объективно препараты, которые обладают лучшими характеристиками, формально-экономическими? Ну, получается, что невозможно на основании вот этих противоположных результатов. Можно как сделать? Можно провести полноценную оценку медицинской технологии. То есть взять эти все исследования, посмотреть, как они проводили, понять, в чем действительно разница, и в данном конкретном случае сделать вывод. А можно провести экспресс-метод оценки. К тому же модели, по которым проводятся формально-экономические исследования в онкологии, они сопоставимы между собой и обоснованы тем, что в клинических исследованиях, в злокачественных новообразованиях, фигурируют в основном два основных исхода. Это общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования. Соответственно, показатель общей выживаемости характеризует вероятность перехода из всех состояний в состояние смерти. Вероятность выживаемости без прогрессирования характеризует переход из состояния по прогрессированию в состояние после прогрессирования. Таким образом, можно спрогнозировать и разработать модель, которая состоит из трех состояний. Это вот по прогрессированию или без прогрессирования, после прогрессирования и смерти. В целом, модель универсальная для большинства. Скорее всего, есть исключения, и разные авторы будут стараться применить те или иные новые методы. Но также можно применить экспресс-метод оценки. И такие тоже есть работы. Сейчас мы вот такую инициируем работу, чтобы провести это. Это дает возможность посмотреть весь арсенал всех рекрасных препаратов, которые применяются в уроке. Для того, чтобы сделать, опять же, выбор с позиции платильщика. Разместить все понятия стоимости лекарственного препарата, сколько будет в нем протрачено. И понять, какую эффективность мы оцениваем. Какая важная эффективность? В первую очередь, это общая выживаемость. Почему? Потому что это ключевой индикатор эффективности системы здравоохранения. Может быть оценено. Кофемических исследованиях на основании медианы общей выживаемости чаще всего она присутствует. Но если мы смотрим медиану, то она может быть не достигнута. Но плата, как на рисунке примерно, может быть чуть-чуть не достигнута до медианы и вышла на оплату. Соответственно, показанность медианы не достигнута. А в том числе, может быть, медиана достигнут рано. Но сразу после медианы может быть плата. Ну вот. И кроме этого, могут быть изгибы. Вот это вот выживаемость в разные стороны. Поэтому более объективным таким показателем будет четко количество месяцев жизни. Ибо привод вот этого восстановится в месяцы жизни. А с другой стороны уже знает этот показатель перевести в другие ключевые индикаторы эффективности системы здравоохранения. В том числе можно посмотреть, допустим, летальность в течение одного года. Для некоторых, для некоторых, можно пятилетнее. Соответственно, максимальный горизонт, который мы определяем, лучше брать пять лет. Цикл оценки минимальный – это месяц перехода. Конечно, чтобы это было с одной стороны удобно, с другой стороны информативно. Критерии оценки эффективности. И какие-то затраты. Чаще всего фармакомники используются к холи. Но мы, опять же, оговорились, почему используем выживаемость. Потому что пока до качества жизни в принятии решений мы, скажем, должны пройти какие-то определенные этапы развития. И затраты. Только затраты на лекарственные препараты. Потому что это основные затраты. Их оценивать довольно просто. И их можно оценивать из одного исследования в другое более-менее по сходной методике. В сравнении с тем, что оцениваются затраты на другие всякие источники. Тем более, что у нас источник финансирования – это лекарственное льготное обеспечение, если мы с этой позиции смотрим. Но могут быть и другие. Получение сведений об общей выживаемости я уже отметил. Может быть, на основании данных общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Причем в сторону мы идем все-таки генетальности. От КВОЛ отходим, потому что затруднен применение. А во-вторых, получается этот показатель в рамках модели. И каждый раз тоже может быть разный. В зависимости от того, какие коэффициенты дизлитилити положены для каких-то состояний. Либо учредили дополнительные данные, клинические исследования и тому подобное. При этом, виды затрат, опять же, то, что я сфокусируюсь все-таки на стоимости лекарственных препаратов. Но важно, чтобы было описано следующие детали. Интергент пациентов в клинической ситуации, терапия до и терапия после прогрессирования. Потому что бывают такие случаи, когда не указывают что-то из этого. И это затрудняет, в общем-то, выбор и оценку. Как выбор препаратов и оценку цельсообразности его. Но как может это работать? Если мы рассмотрим несколько назозологий схожих ситуаций ленических и несколько лекарственных препаратов, которые могут использоваться в одной, в другой ситуации, ну, как бы здесь гипотетический пример показывал. Получена коллекция результатов фармано-кономических оценок с применением общего метода, универсального. Видно так, что лекарственные препараты 1 может использоваться в ситуации А и В, но при этом в ситуации А может еще препарат 2 использоваться. У них, у каждого препарата есть определенная стоимость, определенная эффективность месяца жизни, которая нанесена для иллюстрации на рисунок. И видно, да, что мы здесь рассматриваем для некоторых препаратов решение, оно очевидное, да, что препарат является более предпочтительным по стоимости и при этом он не уступает эффективности. Но если, допустим, для ситуации А есть препарат более эффективный и более дорогостоящий, да, то мы рассчитываем вот этот показатель Айсор. У нас есть ситуация А и ситуация В, которая вместо 4-го первая применяется, дополнительные затраты появляются, появляется дополнительная эффективность, и Айсор существенно меньше. Соответственно, вывод, который мы можем сделать на основании этих данных, и это не вывод, который нам предлагается сделать на основании порога готовности платить, о том, что используемое целесообразно. Здесь вывод более конкретный. При наличии дополнительных средств, которые укладываются в наш бюджет, более целесообразно применить лекарственный препарат 1 в ситуации В вместо лекарственного препарата 4, чем лекарственного препарата 2 вместо лекарственного препарата 1 в ситуации А. Таким образом, предлагается вот такая вот методика, да, она уже опубликована, и сейчас мы ее опробируем на каких-то пилотных нозологиях. Готов ответить на возникающие вопросы.